Если вы смотрели фильм семилетней давности, вы наверняка запомнили этот детский дом в Сибири и этого паренька по имени Андрей. Кто у тебя семья? Бабушка, брат, папа с мамой умерли. Бабушка не смогла кормить и одевать его, и Андрей попал к таким же, как он, одиноким, неизбалованным родительской лаской. Когда-нибудь пробенюсь, я не хочу, а молитву еще не знаю. Мне бабушка один раз рассказывала, я ее забыл. Неудивительно. Мы все тогда молились по-другому. Сталости мы уважаем, младых мы не обижаем, и умных лениться подряд. Но сейчас Андрей уже не в детдоме. Эту кассету он прислал своим друзьям из далекой-далекой Америки. 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 Его детдомовская мечта о семье сбылась. Как ты оказался здесь? С чего началось? С чего началось? С предыдущего фильма началось. Когда я еще был семь лет, когда фильм был в России, в моей школе, и прошел по всему миру. Люди, которые видели, захотели. Наверное, усыновители, как, я не знаю. У тебя есть свои игрушки? Там все общее. Скажи мне, у тебя есть свои личные вещи? Есть. Вот ручка моя. Я получал посылки от людей, письма и посылки, подарки были. Для школы присылали, не только для меня. Я всегда, когда я спать, ложусь, что-нибудь в ум приходит, и я думаю, мечтаю. Мечтаю в велики. Моя мечта была велосипед в то время. Да, мы получили велосипеды в школе. И что с ней произошло? А, не знаю, что с большинством произошло, но велосипед, который я получил персонально, почти лежал, то, что он остался новый. И когда я уехал, я просто его оставил, пацана. Усыновление Андрея оказалось долгой, мучительной и очень тяжелой историей. По нашим жестоким законам, усыновить можно было только инвалида. Все решилось, когда Андрею уже исполнилось 14. Это был мой день рождения. В следующий день должен был быть суд. После суда, когда вопрос решился положительно, я снял деньги с моей книжки, которые были в банке за все это время. Купил телевизор и видеомагнитофон по ценам. Ну и теперь печали для мальчика еще не кончились. Но об этом после. Первый день независимости в жизни Андрея. Он всего за полгода выучил английский. И так хотелось поговорить с новым отцом, с новой семьей. Вот так, вот, вот так, могу еще раз. Ведь они его увидели вот таким трогательным, беззащитным ребенком. Солочке. Какой-то в своей жизни есть людей, которых ты любишь? Да. Свою семью. Да. Ехал в семью. И садился за стол. Ел с папой и с мамой. Но сейчас пока это не очень проходит хорошо, как это было, когда я приехал. Мы встретились с Андреем в кафе, потому что новая мать даже не захотела пускать нас в дом. Сначала она хотела, чтобы я вернулся. Уехал в какую-нибудь другую семью. Мужчина говорит, что, например, в этой семье это не все очень хорошо, и мне не хорошо. Все такие дела, и хочет, чтобы я переместился в какую-нибудь другую семью. Иногда говорит, чтобы я уехал обратно в Россию. Ну, мне-то как-то... Я могу уехать обратно в Россию, я знаю, как жить в России. И говорит, только я не могу этого сделать, потому что отец не хочет. Говорит, я хочу, а не хочет. За проблему. Я говорю, ну, пожалуйста. Ну, и ты... Ты бы уехал в Россию, да? Да. Что тебя сдерживает? Крэх, отец, как. Не хочет, за с ним расставаться, сука. К тебе так никто тепло не относился, как он? У Верики. Ну, брат старший. И восьми, я. Не раз... Нет. Папа... Это маленький голос. Снизу. Что-то я лежал, и такой крик. Андрей! Голос. Я проснулся. Я не знаю. Все, что надо было сделать, я сделал. Ничего не помогает. Все эти маленькие правила, которые надо было соблюдать. Я как бы все время виновата, можно сказать. У меня были подруги, да? Не подруги, а подруга. Она тебе пишет? Нет. Это было давно неправда. И у Андрея тоже перемены. Он теперь в новой семье. Вскоре после того, как мы снимали его в кафе, он переехал жить в новую семью. Только когда я перебрался сюда, я понял эту семью. А раньше я просто считал, что они тоже хотят меня усыновить. Хочу надеяться на доброту и мудрость этих людей. Эти люди считали, что я был птичкой в клетке, а теперь я на свободе. Они мне просто показали, как выскочить из клетки. Я держу ее здесь, потому что она похожа на московский кафедральный собор и напоминает мне мою страну. Я не стал свободнее, просто здесь жизнь другая. Эта труба не моя, ее пока взяли на прокат. Но если я буду упражняться и стану играть так, как я играл в России, мне эту трубу оставят насовсем. А пока мне ее просто арендуют, чтобы я мог играть в оркестре. Ну-ка, попробуй, что у тебя получается. Вот и все. Я хочу поблагодарить Бога за все, что Он для меня сделал в моей жизни. За землю, на которой мне суждено жить. За то, что Он помог мне пережить все это. И хорошее, и плохое. Но я думаю, что в конце концов, все будет хорошо.